МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нурное импортозамещение? Сделано в России не просто один из слоганов импортозамещения, это тренд. И так далее, и так далее, и так далее. Путин снова всех переиграл. Получилось хуже некуда. Рубль продолжает сдавать позиции. Блестяще справился с задачей. Неожиданно, правда? Никто не понимает, что толком произошло. Пережили худшее начало года за 20 лет. Готовы вы терпеть или нет? Да, готовы. А что с нефтью на мировом рынке? Эксперты уже подметили, что она стоит практически в два раза дешевле молока. Вот российского рынка это почти не коснулось. Нефтяные компании у нас могут работать и при цене в 10 долларов за баррель. Нефть продается за доллары, бюджет наполняется рублями, значит, стране в целом чем рубль дешевле, тем выгоднее. На этой неделе ученые нашли у нас ген счастья. Рубль является самой сильной валютой в мире. Так интересно совпало, да. Все чудесатие и чудесатие. Эта страна терпила. Вставай, страна огромная, что ждать? Россия, все. Неожиданно, правда? Смотрите сегодня в программе. Антифашизм сотого уровня. Герой русской весны открыто предложил убивать украинцев. Для того, чтобы соединить русский народ, собрать заново и усилить Россию, Украину и украинцев необходимо уничтожить. Ура, патриоты в восторге! Даже если у нас не хватит собственных сил, а они у нас достаточно большие силы, нам помогут. Не было бы счастья до платежки у хохлов! Россия замерла в ожидании холодомора в Украине. Похоже, что скоро в Киеве презентуют новый гимн – тщение «Вмерзла Украина». И почему Москву страшно заботят тарифы в Киеве? В новый отопительный сезон Украина вступила с новыми коммунальными тарифами. В суммах платежках зашкаливают. Фейковые диверсанты и настоящий страх. ФСБ задержало в Севастополе диверсионно-террористическую группу Минобороны Украины, готовившую диверсии. Кому выгоден разгон о смертниках из Украины? При захвате у членов группы нашли большое количество взрывчатки, оружия и боеприпасы. И очередное дно ряженого генерала. На след диверсантов причастных к теракту, в котором погиб легендарный комбат «Моторола», напали. Как Санька Захарченко убийц «Моторолы» нашел? Я могу прочитать специально взял листочек, которые непосредственно давали приказы и участвовали в проведении разработки этой операции. Это антизомби. Территория без пропаганды. Войска фашистской хунты напали на нашу молодую страну. Они хотели силой заставить нас забыть русский язык, выгнать нас с нашей земли. Война продолжается до сих пор. Эту чудесную историю мы вспомнили в контексте вечных песен о том, что война в Украине гражданская. А матушка Россия совсем ни при чем. Лишь в сторонке стоит, да гречку иногда отправляет. Происходящее на Украине не что иное, как гражданская война. Сейчас подобные посылы из-за поребрика веселят даже самих строителей русского мира. Абсолютно любому здесь понятно, что сами по себе мы без помощи России и недели против ВСУ не продержимся. Да что там! Сам царь-батюшка, порой приняв сыворотку правды, неосмотрительно выдает вот такой. А когда мы вынуждены, я хочу подчеркнуть, вынуждены были защищать и русскоязычное население в Донбассе. В итоге при таком нестандартном подходе к делу получается чисто девочковая история из рубрики «люблю-не люблю». Где всего за неделю гражданская война вдруг перестает быть гражданской. Наша военная Российская Федерация делает все для того, чтобы максимально оказать сегодня помощь Новороссии. А потом снова становится гражданской, но при этом российские суды почему-то выносят приговоры украинским военным. Предъявили заучное обвинение еще четырем командирам украинской армии. Все они причастны к обстрелам мирных граждан в Донбассе. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Зачем они это делают, в принципе, понятно. Условные Ваньки да Степки из Тамбова подсажены на сериальчик о злой фашистующей хунте. А в какой форме это будет преподноситься, не особо важно. Нам уже известны имена командиров Вооруженных сил Украины, которые отдавали приказы на уничтожение гражданского населения. Но есть у нас подозрение, что ребятушки из Следственного комитета РФ в попытке глубокого прогиба нечаянно и ящик Пандоры могут бедрышком приоткрыть. Представьте себе, что начнется, если завтра Следственный комитет даже не в Украине, а, к примеру, в Германии или в Нидерландах захочет вынести точно такие же приговоры, ну, скажем, по Первой Чеченской войне. Для тех, кому нужно освежить память, смотрите, это Грозный, Шалия, Хасавюр. Эти и другие города Чечни, где проживали граждане России, естественно, с российскими паспортами, без тени сомнений и жалости, на протяжении нескольких лет подвергались ковровым бомбардировкам. Люди, дети, да плевать! Авиация, тяжелая артиллерия, системы залпового огня. Это вам не Донецк, где полгорода по кафе и ресторанам сидят, да в аквапарке катаются. Вот так проводит АТО для своих граждан одна духовная страна. Но для Следственного комитета РФ запрещенных методов войны вот здесь не видно. И это мы еще сестричку Сирию с кассетными бомбами не вспоминали. А укропы, вот да, звери и фашисты. Российские власти начали в Донецкой области не антитеррористическую операцию, а войну против собственного народа. Мы подозреваем, что при таком творческом подходе к делу зрители федеральных каналов уже и сами скоро запутаются. Так гражданская война в Украине или нет? Следственный комитет по уши в делах Украины, а Путин уверяет, что Россия в сторонке стоит. Это не наше дело, это не дело самой Украины. При этом, по удивительному совпадению, на официальном сайте Саньки Захарченко в разделе «Контакты» российские номера. Вы удивлены? Мы? Нет. О том, что российская армия на Донбассе была и есть, говорят не только боевые недоросы. Если бы не Россия, и этого клочка бы не было в наших руках. Уж поверьте, кому, как не мне, что-то об этом знать. Ну и, например, бояре Святой Луганды. Вот вы послушайте о тонких моментах от товарища министра. Когда у нас были самые сложные времена, мы очень быстро получили поддержку наших братьев, которые здесь находятся недалеко от нас. А самые свежие законы Госдумы России регулируют права вежливых отпускников. И, казалось бы, при чем здесь Украина, да? Госдума одобрила законопроект о краткосрочных контрактах военных для участия в операциях за рубежом. Вот скажите на милость, что при всем этом ура-патриоту думать? Голова закипает. А потому исключительно ради лучшего проглатывания лапши с методичек, кремлевским пропагандистам надо большими, красными буквами писать внизу экрана что-то вроде этого. Это страна, которая сегодня погружается в хаос, которая находится в гражданской войне. Естественно, совершенно верно, это гражданская война. О, видала, Машка, все-таки гражданская у хохлов. Рубят друг друга в капусту. Хорошо, хоть Россия не участвует. Но тут царь в телевизоре появляется и даже не ниточку, а целый канат сомнений тянет. Вынуждены, я хочу подчеркнуть, вынуждены были защищать русскоязычное население в Донбассе. Вынуждены защищать русскоязычное население. Что бы это значило? Может, ребус какой? Ну, нет же никакой российской армии на Донбассе. Это укропы все врут? Говорим прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. 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 Полные сомнений Ванька из магнитки лезет в интернет. И правда, царь знает, зачем так говорить. Многоходовочка эта. Я вот лучше рубликам русскому миру помогу. Но и здесь уже без Путина зрада подкрадывается незаметно. Я сам большой патриот ДНР и наших вооруженных сил, но надо здраво рассуждать. Абсолютно любому здесь понятно, что сами по себе мы без помощи России и недели против ВСУ не продержимся. Александр Жучковский. В смысле, и неделю бы не продержались. Это точно тот самый Жучковский? Может, его Ярош проклятый взломал? Да нет. Вроде тот. Мы воюем с украинцами. Нехорошие украинцы против плохих украинцев. А русские против украинцев. Точка. И рука уже сама тянется к припрятанной чекушке. Евпатий, Калавратий, да что же это такое творится? Украина, украинский народ, украинский язык специально, сознательно и целенаправленно создавались геополитическими противниками России для того, чтобы располоть русский народ, ослабить и расшеленить Россию. Мы почему-то уверены, что вот такие откровения видного строителя русского мира должны озадачить не только условного Ваньку из магнитки. Это нужно слышать всем. Ну, хотя бы просто для того, чтобы не было сомнений, кто находится по ту сторону баррикад. Для того, чтобы соединить русский народ, собрать заново и усилить Россию, Украину и украинцев необходимо уничтожить. Украину и украинцев необходимо уничтожить. Звезда русской весны с георгиевской лентой до ушей прямо и открыто призывает уничтожать украинцев. Даже не армию или там батальоны, а украинцев. Всех. И при чем здесь фашизм? Чем раньше мы начнем это делать, тем меньше украинцев появится и тем большее количество русских сохранит свою идентичность и свою жизнь. Полагаем, что такому идейному антифашисту надо обязательно дать слово на следующем параде побед. Да что там! Можно даже рядом с царем посадить! Тем более, что Следственный комитет России в этом случае, похоже, к герою претензий не имеет. Да и какие могут быть претензии, когда государство само растит даже не тысячи, а миллионы упоротых жучковских. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах и мужество нас не покинет. На самом деле история старая, но весьма показательная. Россия нам показывают слезливую историю якобы из школы Донбасса. Войска фашистской хунты напали на нашу молодую страну. Они хотели силой заставить нас забыть русский язык, выгнать нас с нашей земли. А на партах разложены цветы, вероятно, в память об убитых учениках. Они хотели отдать на растерзание наш красивый и богатый край американским и европейским корпорациям. А учитель толкает красивые слова о чести и патриотизме. Эта книга о мужестве расскажет нам о героях нашего времени, смело отдавших жизнь за нас с вами, чтобы мы могли учиться и жить в своей стране. Камера наезжает на лица детей, которые, кажется, вот-вот заплачут. Это смотрит целая страна. И благородная ненависть накрывает даже самых миролюбивых людей. Война продолжается до сих пор. Но что, если им сказать, что такой школы в Донецке нет и никогда не было? И всё, включая цветы на партах, это постановка. Ролик снимали в российском Арзамасе, и это легко доказать. Вот вход в школу на видеоролике. А это десятая школа в том самом российском Арзамасе. Отличия, видите, мы нет. Нет, ещё со времён распятого мальчика и убитой девочки на Петровке было понятно, что спекуляции на жизнях детей для них нормально. Но вот вопрос знатокам. Зачем так лихо сеять ненависть, если война в Украине вроде как гражданская? Происходящее на Украине не что иное, как гражданская война. Всё это очень напоминает мужика, который во время пожара показательно бегает с ведрами перед камерами, а потом тихонечко подливает бензин в горящую хату соседа. И, кстати, если что, то он совсем ни при чём. Горящая хата – это внутренние проблемы соседа.